Сейчас мы попытаемся пообщаться с нашим гостем, потому что тема у нас сегодня очень интересная. Да, мы попытаемся понять, какие выплаты молодым семьям положены в России при тех или иных обстоятельствах. Да, мы знаем, что есть разнообразные пособия, разнообразные капиталы, софинансирование жилья. Все это может получить молодая семья. Да, ну а что касается рождения детей, это мы обсудим с нашим гостем. У нас в студии начальник отдела Организации социальной защиты семьи с детьми Министерства социальных отношений Челябинской области Инна Акалелова. Доброе утро, Инна Юрьевна. Доброе утро. Ну, во-первых, вас также с праздником, мы сегодня поздравляем. Спасибо. С днем мамы, поздравляем весь ваш комитет, потому что вы занимаетесь пояснением, благим делом, разъяснить, все объяснить. Вот давайте будем разъясняться. Инна Юрьевна, вот сейчас до нас дозвонилась даже наша телезрительница, да, сказала, что ее дочка родила ребенка. Вот какие пособия полагаются на первого ребенка? Если говорить о тех выплатах, которые вообще полагаются у нас на детей, ну вот давайте о первом поговорим. Это и единовременное пособие при рождении ребенка за счет средств федерального бюджета. Оно у нас, в общем-то, его получает каждая мама, каждая семья, все-таки лучше так скажем, по всей России. И наряду с этим у нас в области существует единовременное пособие при рождении ребенка. Размер его от 2 до 6 тысяч в зависимости от первого, второго или третьего ребенка. Ну вот на первого молодая мама получит федеральное пособие, плюс 2 тысячи пособия в Челябинской области. Данное пособие дается без учета дохода семьи. Вот то, что на сегодняшний день... А федеральное в какой сумме? Федеральное порядка 18 тысяч рублей. Единоразовое пособие. Это за рождение первого ребенка? За рождение первого. Да, это за рождение второго. Так, а за рождение третьего? Ну, областное пособие меняется за рождение первого, соответственно, за рождение второго, извините, соответственно, 3 тысячи. Затем 4, 5, 6, ну, больше 6 уже получается. 6 уже говорят, остановитесь, остановитесь. А вот это федеральное пособие, оно тоже растет или нет? Ну, федеральное пособие устанавливается, размер, естественно, федерации, оно меняется, индексируется, но вот примерно в таких размерах сумма сохраняется. А вот, вы знаете, к сожалению, есть такие семьи, где матери-одиночки, там какие-то дополнительные выплаты имеются? Если говорить вот о тех семьях, где мама именно имеет статус матери-одиночки, она получает у нас ежемесячное пособие. У нас вообще ежемесячное пособие получают многие семьи, но здесь уже нужно учитывать доход семьи. То есть, эта мера касается семей, где средний душевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум в Челябинской области составляет свыше 9 тысяч рублей, 9 тысяч 225 рублей. И вот у нас пособие в обычные семьи размеры вот 275 рублей. Если мама одиночка, как мы вот, не люблю это слово, но вот это официальная формулировка, да, то пособие увеличивается в два раза, оно составляет 550 рублей ежемесячно. Вот такое же пособие у нас получают мамы, которые воспитывают ребенка-инвалида. То есть, ну, в силу социального статуса оно чуть больше. Если говорить о количестве таких вот детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие, то их порядка 221 тысячи. Достаточно, в общем-то, цифра такая. Да, по области. А вот подскажите, пожалуйста, вот сейчас интернет шумит, кипит, все обсуждают то, что пошел слух, что за третьего ребенка будут платить полтора миллиона рублей. Это миф? Это миф или... Ну, как официальное лицо, так скажем, что я думаю, это все-таки пока миф. Вот на нашем официальном уровне никаких документов на сегодняшний день мы не читали, проектов нам никаких не предлагали рассмотреть. То есть у нас очень часто Федерация присылает нам какие-то законопроекты на рассмотрение, на субъекты. Но вот пока мы никакой проект не получали. Такой очень приятный миф. И на уровне области. Приятный миф. И хотелось бы, чтобы такие мифы, наверное, все-таки реальвались, воплощались. Инна Юрьевна, скажите, пожалуйста, буквально в нескольких словах, то, что касается материнского капитала. Потому что его же хотели до 2017 года, если я не ошибаюсь, знаете, потом его продлили. Вот сколько он сегодняшний день составляет? Ну, если говорить о федеральном материнском капитале, то он составляет порядка 450 тысяч рублей. Но вот я хочу отметить, что у нас в области еще и выплачивается областной материнский капитал. И вот под эту миру попадают как раз те семьи, в которых родился третий ребенок. То есть семьи многодетные. А у нас в области, вы знаете, да, наверное, что многодетной семьей является семья, в которой воспитывается, да, трое детей. И вот, значит, в таких семьях, если, опять же, семья является малоимущей и среднедушевой доход семьи на одного члена, ниже прожиточного минимума, то семья может получить материнский капитал. Это областной материнский капитал? Это областной материнский капитал. На сегодняшний день он составляет 56 тысяч рублей. И, в общем-то, потратить его можно и на лечение, и на образование детей. Ну, достаточно, да, достаточно неплохое подспорье вот в таких семьях, где, в общем-то, трое и более детей. Елена Юрьевна, большое спасибо за то, что разъяснили все вот эти возможные выплаты. Быть может, кто-то вот сейчас услышит, что все это работает, действует и скажет, ах, пора заводить детей. Это будет замечательно. Да, очень бы хотелось. Спасибо еще раз вас с праздником. Поздравляем. Ну, а я напомню, что в гостях у нас была начальник отдела организации социальной защиты семьи с детьми, Министерство социальных отношений Челябинской области Инна Акалелова.